всем здоровья кто нас видит кто нас слышит это институт пчеловодства и в нашем институте такая наша традиционная то ли экстренная пятиминутка то ли такая понедельничная летучка вот мы будем говорить сегодня с издателем прямо медиа виктором сухановым я руслан овчинников заместитель главного редактора этой самой прямо медиа и мы будем обсуждать события минувшей недели бить так сказать по хвостам но может быть чего-нибудь и выбьем и вот я наношу первый удар виктор готовься на прошлой неделе приморье посетил лице-премьер полпред юрий трутнев вот был у нас целых три дня много что сказал много куда съездил много на что посмотрел улыбался вот вот пожалуйста да но и не только что больше всего зацепила и меня и коллег визите до юрий петрович трутнев больше всего говорил на самом деле не сколько даже про экономику а именно за бизнес как мы понимаем это в нашем родном приморье а именно как же мы будем дальше делить распределять и предоставлять доступ к природным нашим ресурсам на коих природных ресурсах в общем-то бизнес приморье во многом и построен это наш лес который на северах в районе тернея пилят рубят вот пилят рубят не так как считает юрий петрович трутнев это рыба которую конечно добывают в общем-то не в японском море а больше в охотском и беринговом но компании базируются здесь и налоги платят здесь и они наши приморские ну и также бензин потому что с помощью бензина мы добываем ну или так сказать окормляем один из главных ресурсов нашего времени это люди которые как известно новая нефть вот такая интересная рифма нефть бензин и вот сложилось впечатление что юрий петрович предлагает все это как-то не то чтобы взять и переделить а концентрировать то есть построим и наконец-то для бензина в нхк то есть дадим раз нефти любые преференции лишь бы построили как можно быстрее и у нас был свой приморский бензин они везли откуда-то из хабаровска вот были у нас с ним некоторые перебои вот с лесом организуем какую-то супер государственный лес промхоз или и закроем все проблемы с черными лесорубами и вот кругляк в китае ни у кого даже и мысли не возникнет гнать несмотря на эти дичайшие пошлины в 60 процентов следующем году больше а потом вообще в ноль вот с рыбой но тут конечно тоньше вопрос потому что в рыбной отрасли переделы у нас как мы знаем в последние годы это уже такое перманентное состояние но тут есть петрович сказал что надо построить много заводов перерабатывать рыбу и плевать честно говоря нам на китай не хотят не покупают сами переработаем и в какой-нибудь евросоюз продадим да но если конечно наш министр иностранных дел лавров с ними окончательно не рассориться зачем он это делает я не знаю вот вот как ты думаешь давят нас москвичи вот прямо тебя спрашиваю или нет да это или не давит но я думаю уверен даже что не давит все это идет в русле госполитики собственно говоря создание корпораций такой как мне кажется корейский подход в корее что же было все когда-то плохо очень потом они сделали москорпорации назвали их чем были и собственно говоря сегодня можем посмотреть что вот свои машины и так сказать бытовая техника да и прочее 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 собственно говоря там очень высоком уровне как собственный уровень жизни собственно простого рядового такого корейца да вот поэтому там с кругляком давно пора разбираться потому что ну что это такое конечно нужен высокий передел на территории почему должно быть у нас ведь не так давно у нас фабрики мебельные действовали прочее 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 и мы большому счету все это можем делать самостоятельно другой вопрос что конечно для этого нужно положить определенные усилия это не делается одномоментно и потом нужно понимать что вот запретим экспорт кругляка в китай а куда мы собственно говоря приспособим там если не ошибаюсь петрович говорил от 34 тысячах людей которые так иначе заняты в лесной отрасли поэтому тут вопрос так сказать очень сложный необходимо учесть все так сказать аспекты этого вопроса а с точки зрения там усиления контроля на это правильно потому что когда есть кризис в экономике он действительно есть необходимы простые понятные собственно силовые решения там наводящий порядок или так сказать потворствующие на видение этого порядка с рыбой ситуации давно требует решения понятно что сегодня оно решается не совсем правильно когда собственно этот ресурс перри шанса перепиливается между крупными финансово-конечательными группировками наверное это кому-то не нравится на месте это справедливо потому что столько лет вроде жили-жили а тут пришли искать московские товарищи и так сказать хотя в основном кейни московские да они собственно говоря местные произошли собственно они из приморья и наверное традиционно что так происходит в приморье заметь все возвращаются вот олег николаевич ведь вернулся же да так родина она же на самом деле так сказать как в песне топилась до известной там хоть кричат у родина она мне нравится хоть и не красавица собственно говоря почему нет вот поэтому с рыбой ситуация назрела даже перезрела ведь и в советское время да и в царское все побережье там и камчатки и приморья и макадана и любого приморского субъекта примыкающего к морю было густо усеяно рыболовецкие предприятия рыбодоблывающим рыбоперывающим предприятиям это нормально абсолютно это и занятость это и добавленная стоимость в общем-то справедливо собственно и китай и япония на этом собственно говоря живут да и корея так же поступает мы уже почему-то решили что нужно вылавливать увозить зарабатывать но на территории собственно ничего не остается поэтому наверное цена рыбы в москве зачастую ниже чем цена рыбы в приморье что как мне кажется очень обидно для нас потому что жить на берегу и не иметь возможности потреблять этот ценный ресурс на этом помнишь наверное советское время же был такой рыбный день в каждом кафе в каждом ресторане почему нет нас ли почему не вернуть но с другой стороны но не берет у нас сегодня китай этот мента и прочую рыбу но давайте с вами будем перерабатывать понятно это не просто но тем не менее с бензином тоже перезревший вопрос мы действительно находимся далеко скажем так от центров переработки и безусловно если учитывать установку президента на так сказать возрождение дальнего востока на приоритет россии 21 веке то конечно мы просто обязаны здесь иметь эти перерабатывающие мощности опять же старое там старое понятие что воде восток сам автомобили реализированный город россии и и безусловно переплачивать за этот ресурс когда рядом находится сахалин конечно смешно и глупо давно пора это сделать мы продавать излишки за рубеж потому что он тоже из этом потребности поэтому я скажу что и так каждый визит петрович как праздник для дальнего востока а тут с такими сказать судьбоносными решениями дай бог конечно если они будут реализованы то мне представляется что жить мы стали лучше станем веселее как говорил один исторический герой иосиф виссарионович сталин дай бог ему здоровья кто-то мог бы добавить например у нас есть такие политические силы которым вот это вот все нравится но я хочу сказать вот о чем виктор ну в общем-то идеи как бы то ни было они действительно хорошие благие и вроде бы даже можно сказать дельные но мы я думаю понимаем и ты вот упомянул этот момент что полпред вице-премьер он полпред и вице-премьер не больше и не меньше соответственно есть правительство россии есть в конце концов глава исполнительной власти которые по новой нашей конституции имеют очень большие на самом деле полномочия в том числе в определении этих вопросов и как мы видели по предыдущим каким-то кейсом ну развивается все как развивается то есть представить что вот на месте пустого поля где площадка в нхк завтра же там что-то появится миллиарды каких-то рабочих кстати где бы их взять то в нашей ситуации сложно или вдруг все рыбаки вздохнут глубоко и начнут строить там заводики возрождать эти рыб колхозы и у нас на побережье наконец-то будет пахнуть рыбой ну многие конечно брезгуют а нам нравится мы привыкшие да это все хорошо я хочу тебя спросить как ты оцениваешь вот что так или иначе любого действия есть противодействие вот как ты считаешь в медийной сфере если действительно и по лесу и по рыбе ну в нхк да почему и в нхк тоже у нас будут какие-то войны какие-то попытки как-то противодействовать ну знаете какой-то антилоббизм то есть например люди которые не хотят менять сложившиеся положения ну как-то вот какими-то тайными каналами приемами в том числе и через сми в том числе и через новые медиа которые сейчас расплодились как блохи на барбоске да вот они начнут это делать предвидишь такую войну сомневаюсь что будут какие-то долгосрочные медийные действия критикующие те или иные решения если мы говорим про заявление полпреда в той или иной части вполне возможно будут какие-то высказания но не будут иметь такого системного характера поскольку скобственно говоря на территории противников у полпреда по определенной быть не может все-таки здесь мы не можем говорить о том что кто-то будет чем-то недоволен возможно какое-то недовольство будет но это же сказать вертикаль срастранная власть поэтому если есть такое решение значит есть в этом к это целесообразность поэтому отдельные высказывания конечно будут присутствовать но они какого-то такого системного характера иметь не будут ну а такая вещь я уж прямо скажу да вот как у нас раньше ну есть определенная парадигма восприятия как решаются дела да у нас стране ну есть такой взгляд на это вещи то есть окей там сми заплатили нам кому-то пописали ну фуда вертикаль непрошибежно пишите хоть запишитесь тьфу на вас хорошо вздохнули собрали чемоданы вот у одного значит икра у другого ну какие-нибудь плашки из я не знаю монгольской редкой березы или кедра ну кто чем богат да и поехали в москву да и там ходят по кабинетам и говорят типа не слушайте юрия петровича на слушайте так вот в принципе возможно как по-твоему сейчас это вообще очень важный вопрос цивилизован лоббизм конечно имеет место быть и он должен быть я вот из своей новейшей истории что называется из нашей новейшей истории только одного лоббиста знаю очень высокого класса работающего вот в рыбной вот это герман зверев и кто разговаривает подумать я тоже его знаю представь себе вот да соответственно вот это вот такой цивилизованный на на инструмент который действительно позволяет достичь тех или иных результатов не всегда конечно но тем не менее вот если работа будет двигаться в этом направлении такими собственно говоря инструментом то наверное цель будет достигнута если же мы еще раз повторюсь говорим о каких-то медийных всплесках то наверное можно об этом поговорить можно какое-то мнение составить но ведь не рыбаки не лесники не составляют там собственно говоря подавляющего там части населения там приморского края ли дальнего востока это лишь некая часть экономики она может быть чуть больше чуть меньше собственно говоря и при том ведь подавляющим большинству людей занятых в этой отрасли большому счету все равно как будут происходить те или иные действия главное чтобы у них что называется была работа заработная плата света тепла в домах ну хочу сказать нашим зрителям слушателям что то что мы только что с виктором говорили это как бы знаете такая такой аперитив да такая закусочка потому что самые вообще интересные вещи это в нашем экономическом обзоре который у нас делает известный журналист олег клеменко это у нас на сайте почитайте вот там собственно будет главное блюдо о чем мы сейчас говорили продолжаем институт пчеловодства и говорим вот о чем с издателем прямо медиа виктором сухановым вот на нашем замечательном коллаже мы видим юрия тротнева мы видим олега кожемяка мы видим наш золотой мост мы видим гостиницу которая уже не хаят а уже акура то есть вот замечательные вещи о чем известен владивосток вообще федеральной повестке к чему бы это я да потому что как то так получается полпред приезжает владивосток так сказать работает здесь визит у него многодневный три дня до вот и не первый раз случается федеральные телеграм-каналы которые мы естественно все читаем и я думаю много кто их читает сразу начинает писать дескать ага все полпред вынужден опять приезжать спасать приморье губернатор не тянет значит что он там лес не напилил рыбы не наловил что-то гостиницу не достроил мост у него обледенел там сейчас пишут что в 2020 году на 20 процентов ухнул промпроизводства в крае упала до данная официальная приморстат все дела и много-много чего и если он вот с рыбой вопрос не решит что будут сделаны по олегу николаевичу орг выводы и судьба его будет очень печально в общем-то работают работают извините я уже профессиональные термины начал говорить в общем попалился работает низыгарь прямо скажем хороший федеральный серьезный канал вот и у меня вопрос вот если предположить что низыгарь кто-то убедил в том что надо бы вот присмотреться коллегу николаевич это вот что могут быть за такие силы такого же серьезного уровня как как ты думаешь сложно мне сказать найти ответ на твой вопрос кто бы это мог быть у любого губернатора наверное есть какие-то противники да именно неправильно будет связывать вот системные вот эти атаки если же не повторяются системно да с приездом петрович связанные мне кажется кто-то просто старается испытывать раскачивать лодку как да у нас говорится там в этот момент закинуть пару-тройку смыслов чтобы сказать посмотреть на реакцию я вот сколько олега николаевича не знаю но ведь самое простое слово которых можно применить это бэтмен да вот он уже четырежды губернатор и до этого очень непростая судьба с точки зрения была его восхождения на вершины будем так говорить законодательной исполнительной власти что не было в его судьбе про него уже много сказано что называется наверно такого скажем так уровня человека который бы опять же четвертый раз там не возглавлял территорию найти сложно мне кажется он к этому уже привык ну пишут собака собака что называется лает караван идет и как мне представляется сколько б не писали по большому счету кроме может быть некой досады обиды ничего происходить не будет хотя вдруг хотя с другой стороны перебью до у каждого губернатора как правило есть это понимая карбан что он два-три года вполне возможно что определенные силы пытается остановить пробовать его на зуб там потечет не потечет справиться не справиться не представляю что что он справиться таких случаев у него уже очень много было в карьере по нашему мнению вот если говорить о политике ну условно говоря не партии власти вот конкретно представители власти а политики ну оппозиционный да вот на прошлой неделе ну как бы сделал такую хорошую ставку как нам кажется кирилл ботанов партия роста молодой политик да который прям тягался по видеоконференции с центральной избирательной комиссии элла панфилова и вот эти вот все очень такие высокие важные люди вот кирилла стыдили разоблачали уличали то есть вот он один против них смело стоял вызывает такая позиция уважения молодого человека или нет вызывает безусловно потому что с одной стороны да там вот наверное ему удалось встать на один уровень собственно говоря с такой мощной федеральной структурой который присматривает за нашими выборами и как-то свою позицию донести удалось это ему не удалось остался он в плюсе не остался в плюсе но то что с ним шла серьезная дискуссия конечно это больше будет дискуссия такое бичевание наверное но тем не менее он так сказать поднял эту дискуссию на очень высокий уровень а коли поднял собственно говоря то собственно говоря можно рассматривать его как равноценного игрока и кто же потом скажет хоть слово что у нас нет публичной политики пожалуйста она есть путем собственно говоря тех самых новых медиа он смог показать некий грех в избирательной системе как она ему представляется и цик сделал соответствующие выводы по этой ситуации они конечно неоднозначные но тем не менее что вот он как-то условно говоря вошел в историю это факт исторический мало кому это удавалось находясь в конструктивной такой позиции не призывая там к разрушению каких-то устоев он какими-то инструментариями вот такими малопонятными широкому кругу обывателей смог вот эту позицию донести и достичь какого-то результата в конце концов теперь все знают что есть такой кирилл ботан заседание центра биркома на котором рассматривался разобирался роли кирилла ботана интересно с двух сторон во первых создается впечатление что политика пригласили туда чтобы морально и публично и общественно избить и поругать что в принципе и получилось с другой стороны мы видим абсолютно адекватную реакцию на этот ролик а именно отказ от практики придомового голосования и это по сути единственный и главный результат этого заседания просто эта реакция была закамуфлирована в вид такого товарищеского суда и хорошо театрализована это очень разумная практика страны цика потому что с одной стороны мы видим что она дает картинку мы не идем на попятную с другой стороны абсолютно четко и ясно прислушивается к общественному мнению ведь в чем было о чем в чем о чем речь была в ролике ролик был не о голосовании в багажнике в юридическом смысле никого не граждане пытались засунуть в этот багажник чтобы они там опустили бюллетень в ящик для голосования речь была о несоответствии формы величию замысла и грандиозности мероприятия как мы видим от такого несоответствия было решено отказаться и это собственно главный итог произошедшего и еще вот хотел бы отметить да что вот если так воспринять то есть ну знаете есть поговорку если влюбляться то в королеву да но она звучит немножко по-другому и у нас передачи конечно 18 плюс но сквернословие это плохо я борюсь я борюсь вот и борюсь вот но интерес в том что вот этот ход кирилла ботанова который кто там какая партия роста какой приморье какой кирилл ботанов какая улица русская какая там японочка с открытым багажником вы о чем а тут на тебе час цик да и вот должен что-то с ним с этим молодым человеком разговаривать а ведь этот тренд у нас в российской политике вот сначала года вспомним да алексия навального то же самое ему приписывают что что думал думал в германии придумал приехал и вот как говорится высший уровень и теперь все говорят в россии либо путин либо навальный и все да но мы то видим что есть и цик есть и кирилл ботанов это к слову о публичной политике да и кстати хочу сказать что впечатленные в общем-то этим димаршем кирилла ботанова мы вот собираемся пригласить его на серьезное большое такое интервью потому что ему в общем-то надо осветить нам и за свои деяния за свои мысли идеи планы так что кирилл если вы нас слышите готовьтесь мы идем на вас институт пчеловодства нашли . с издателем я прямо медиа виктором суханом продолжается поговорим об отставках до чиновника под как мы любим красное словцо трескучий заголовок то есть уходит в отставку просто ветеран приморской исполнительной власти александр костенко вот в мэрии 3 вице-мэра как с куста как корова языком слезнула но мы понимаем у всех своя история у всех свои какие-то обстоятельства везде нюансы все это читайте на прямомедиа по мере сил стараемся как-то это дело разматывать но без фейков слухов а вот что доподлинно известно то и пишем стараемся очень стараемся виктор а вот опять-таки приехал труднив началось вот это посыпалось так удобнее воспринимается снимают каких-то чиновников увольняют или сами они уходят в отставку в приморье что за этим стоит компания думается мне вряд ли юрий петрович будет так сказать вмешиваться в прерогативы так сказать исполнительной власти приморского края говорить там вот этого хочу вот этого не хочу мне кажется это ответственность прежде всего губернатора потому что все мы знаем как я сказал олег николаевич у нас бэтмен самый главный в крае поэтому собственно говоря все решения которые в крае принимаются они так сказать исходят от него то же самое касается нашей мэрии любимой мы с вами уже говорили на эту тему неоднократно что да у нас есть условный мэр но собственно говоря за ним стоит вполне понятная фигура губернатор который собственно говоря и не принимает те или иные решения там по тому кто из людей будет работать в той или иной позиции и собственно говоря константин стаценко в интервью если не ошибаюсь где конкурент сказал что мое назначение и моя отставка собственно говоря это решение губернатора и как чай команды я подчиняюсь этому решению потому что это правильно я там работаю вполне понятной системе координат сложнее мне конечно про козерат сколько говорить что же стало сказать итогом ее отставки может быть чек просто устал что называется мушки то еще действия продиктованы а может быть все это начало конца потому что все активнее 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 в пространстве идет речь о том что так сказать мэру городу пора что называется на выход своими действиями наносит имиджевый ущерб губернатору и наверное в передверии выбора в принципе будет правильно наверное отправить его в какую-нибудь отставку и там назначить не знаю там куда-нибудь в другое место ну чтобы не пропадал что называется цен на параллельнический ресурс на мой взгляд кадровые решения которые были проведены как на уровне администрации города водостока так и правительства приморского края с начала текущего года не стоит рассматривать в отдельности да это в общем то такое комплексное решение пакетное и за исключением разве что увольнение начальника управления образования города вода востока здесь включена ситуативная история связана со скандалом вокруг директора школы 28 то есть общественность была возмущена что кто-то пытается в очередной раз и уволить директора вот все это вышло в медийное поле вот губернатор был вынужден подключаться к этой истории ну и каким-то образом для общественности необходимо было добиться справедливости да и ставка начальника управления образования который очень-то курировал да на эту сферу ну стало решением разрешением этой ситуации вот что касается остальных ставок пока не было кстати назначение что примечательно да то есть очень важно кто займет те или иные посты что эти посты ключевые вот то есть это и отставка смена главы мин лесхозы это и уход с поста министром природных ресурсов игоря геннадьевича степаненко который вошел в команду олега николаевича кожемяка после выборов губернатора и сам степаненко участвовал в этих выборах кандидат вот почетно наверное да почетно действительно заслуженная ставка александра ивановича костер как бывшего первого вице-губернатора приморского края вот и кстати практически одновременно уход первого вице-мэра города владивостока ольги козерадской да это вот наверное те решения которые символизируют не то чтобы перезагрузку управление управленческих структур приморского края но наверное символизирует окончание переходного периода то есть на сегодняшний момент наверное можно так оценивать да глава региона понимает что чувствует что ситуация в регионе находится под его полным контролем ну вот дальнейшем конечно будет интересно посмотреть кто займет эти позиции то есть какие будут назначения что эти люди что за персоны откуда вот так что будем следить за видеть им ситуации что касается саналович костенко действительно ветеран приморской политики ветеран приморской власти и тут я думаю все таки наверное вопрос здоровья скажем так который все таки является главным при принятии решения там выйти в отставку хотя мне кажется вот я в этом убежден приморской исполнительной власти будет сильно его не хватать поскольку специалисты такого класса конечно наверное вот на нашем властном олимпе наверное нет и скоро он не появится поскольку все таки это должно пройти определенное время специально перед нашим эфиром сегодня освежил в памяти какими какие сферы курировал александр костенко в краевом уже правительстве да ну знаешь как то не получилось у меня опять таки волос к бороде приклеить и придумать какую-то конспирологическую теорию а вот же вот понятно вот у нас промпроизводство рухнул на 20 процентов ну конечно по состоянию здоровья нет не курировал он эту сферу так что вот каюсь загадочка не выстроила скажи пожалуйста вот такая вот история вот тебя как человека как жителя владивостока очень циничный вопрос такой но откровенный либо откровенный ответ требуется жителя приморья вот тебя вот чувство радости возникает когда вот мы узнаем что в море какие-то там уголовные дела что вот этого там по шапке этого поперли вот еще раз говорю ничего личного просто используя какие-то вот такие слова вот вот есть чувство радости вот у меня знаешь нет вот вообще просто нет и все абсолютно никого чувство радости не может возникать связи с такими событиями поскольку они трагически для тех людей которые собственно говоря стали фигурантами тех или иных уголовных дел это не может никого радовать если кого-то это радует то наверное это глубоко больные люди которые могут наслаждаться страданиями других людей чтобы человек не делал но я никогда не пожелаю чтобы его собственно говоря коснулась чаши сия как можно нужно все усилия прилагать для того чтобы человек не соприкасался вот с этой стороной что называется жизни понятно что у правоохранительных органов стоит состоят свои задачи мы на час не праве их осуждать у каждого есть своя цель у каждого своя работа но опять же никакой радости почему здесь быть не может институт пчеловодства время выходит но один вопрос остался это конечно же льготные билеты для теперь уже всех дальневосточников хотя там много нюансов и оговорок честно говорю вот я лично такой принципиальный домосед и вот у меня не свербит что вот хочу в москву слетать там хочу в питер слетайте васильевский остров по работе виктор сколько угодно вот а так вот сам ну я из раньше во времени может быть человек но я понимаю что все знакомые они в общем-то очень следят за этой всей истории и у нас опять получается что дали дополнительные миллиарды выбросили билеты люди там работают в аэрофлоте ночами стараются как-то удовлетворить этот пиковый спрос да ну история все равно как-то неспокойно потому что мне видится это вот какая-то штука ну как-то системности что ли нет как решать этот вопрос и может быть ну вот не надо чтобы дальневосточники на каких-то льготных основаниях могли летать в питер и в москвы и в прочую русь так сказать находить там себе знакомых работу жилье такое недорогое понимать что это все замечательно и потом уже с контейнерами чемоданами уже не спеша на поездах ехать на новое место жительства может ни к чему все и вот тебе скажу так как мне кажется системность в обеспечении транспортной доступности так сказать между центром страны и дальнего востока на самом деле присутствует я прекрасно помню 5-7 лет назад когда билеты летом стоили там 40 60 и 70 и 80 тысяч рублей в экономе сегодня мы спокойно можем влетать потом цене помысл не ошибаюсь 23 и 26 тысяч рублей в зависимости от компании но туда обратно туда обратно конечно да сегодня эти билеты стали более доступны пускай не на там не в разы но там две-три тысячи если мы считаем про семью то уже экономия значительная уже там семья из четырех человек уже может купить себе дополнительный билет это уже хорошо то что все это связано с некими скотинационными сложностями на мой взгляд это плохо но это допустимо потому что ведь если денег хватало на все то наверное у нас здесь давно был будешь становиться курить но сожалению вот страна большая сколько хватает столько хватает и по большому счету то что мы сегодня можем пользоваться этими льготными билетами то очень хорошо понятно что возникает сложность при оформлении билетов есть очереди но тут если вот почитать то что происходит посмотреть да там все ругают авиакомпании вот она мечтара фото госкорпорации мироеды жируют и мы не можем себе позволить но это ведь не так на самом деле это ведь не проблема аэрофлота эта проблема так сказать ответственных ведомств правительстве которая наверное не вовремя перечисляет средства авиакомпании на компенсацию расходов по затрат на эти билет все-таки это и топлива это аэропортовые сборы это и лизинговые платежи за самолеты лизинговые платежи все в валюте идут собственно говоря поэтому тут безусловно есть над чем работать но объемы скажем так помощи из федерального бюджета на вот улучшение ситуации в авиасообщении они видны невооруженным взглядом это создание новой компании это реконструкция аэропортов это разработка новых маршрутов я прекрасно помню что было в конце 90-х и в развале советского союза какая маршрутная сеть связывала весь дальний восток и всю страну и потом этого всего не было сегодня это возрождение конечно сегодня можно сказать что кто-то в этом виноват но параллельно наверное нужно говорить о том как всю эту ситуацию отстроить и то что государство все равно над этим работает тут наверное просто постоянно что потерпеть и с пониманием к этой ситуации отнестись с пониманием ну я думаю это хороший девиз но она сегодня повестка как говорится исчерпана займемся каким-то другими делами спасибо